Шоу профессиональных боёв Кингфайн Олег Бухонов Клуб Буревестник Солнечногорск Дмитрий Стифуни Спортивно-патриотический клуб Ярополк Город Красногорск АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И так представляем у вас соперников и первого бойца в красном углу Ему 28 лет, рост 171 сантиметр, вес 85 килограммов. Мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по дзюдо. Чемпион России по рукопашному бою 2003, представляющий двум пульверсий, сам не шагов, Ане Ухаман. И поздравляет силу. Итак, дорогие друзья. Итак, телеканал «Бойцовский клуб» в прямом эфире представляет вашему вниманию вечер профессиональных боевых искусств «Кингфайт». Мы в городе Красногорске Московской области, в центре небольшого циклона. Тропический дождь льет на зеленом театре города Красногорска. Но, тем не менее, зеленый театр собрал полные стены зрителей, которые с нетерпением ждут первого боя. С вами у ринга весь этот вечер будут наблюдать я, Константин Белый. И наши эксперты сейчас рядом со мной заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Максим Воронов. Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас, Константин. Мне очень приятно присутствовать на таком потрясающем проекте. Да, друзья, мы вошли несколько так резко с места в карьер. И мы должны вас хотя бы в двух словах объяснить, что за вечер вам предстоит сегодня, что за бои посмотреть в этот вечер. Вечер профессиональных боев будет содержать поединки по традиционным профессиональным боевым искусствам, таким как кикбоксинг в разделе К1, таким как ММА и профессиональный бокс. Но начинается вечер с необычного для подобного рода мероприятия поединку по классическому рукопашному бою под эгитой Международной Федерации рукопашного боя. Это любительский формат. Один раунд длительностью 5 минут. Ну, это скорее дань организаторам мероприятия, потому что организаторы, а не выходцы из рукопашного боя. Главный организатор Илья Шадриков, который молодой-то сейчас человек. Но вот именно рукопашный бой, его основной критерий. И вот с этого и начинается у нас сегодняшний вечер. Справа было серьезное попадание, игра с бойцом из красного угла. И так как, на самом деле, мы уже отметили, да, это любительский формат боя, поэтому здесь вот красный-синий, классическая такая форма разделения двух бойцов. Кроме того, обратите внимание на любительские перчатки и шлемы, которые защищают голову спортсменов. А также то, что они одеты в кимоно. Но нам, мы вошли чуть позже, чем представление спортсменов, нам надо обязательно нашим зрителям представить, кто есть кто. Итак, на ринге в данный момент соревнуются, так будет правильно сказать, для любительского соревнования, Олег Бухонов, представитель клуба «Буревестник» из Солнечногорска, воспитанник Липецкой школы, достаточно, ну, среднего возраста боец, 28 лет, мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по дзюдо и двукратный чемпион России по рукопашному бою. Ему как раз сейчас поправляют пояс. Его соперник из, как раз, представитель организаторов спортивного клуба «Яропол» города Красногорска, Дмитрий Стефунин. Моложе, 21 год. Ему вес такой же, как у соперника, 85 килограммов. Тоже мастер спорта по рукопашному бою, но еще и мастер спорта по боевому самбо. То есть два мастера спорта по двум версиям. Лучшего достижения – это призовое место на чемпионате России по рукопашному бою. Причем среди студентов он стал призером, а среди юниоров – чемпионом России 2011 года. Ну, тем не менее, достаточно уверенно начал бой Дмитрий Стефунин. Еще раз говорю, он в синем шлеме, в синих перчатках. Именно он попал сопернику точным ударом, но сейчас оказался на спине. В партере в рукопашном бое существуют ограничения по времени, поэтому спортсменов поднимают. Здесь, можно уверенно тоже сказать, здесь хорошая комбинация с двойки. Начал такой классический бокс и левый миддл кик в обоспечении завел как раз ударовый, вроде бы точно. Это как раз снаряжение и всевозможные обмунирования и атрибутика, в том числе и вот такой стиль одежды в бою. Он как раз чуть, может быть, скрывает точность попадания ударов в туловище особенно. Ну, как мы знаем, вот в таком, вроде бы, рукопашном бою по этим правилам, насколько я знаю, лоу-кик запрещен. Удары внутренние и наружные. Насколько я знаю, вот в рукопашном бое под эгидой этой версии, насколько я знаю, долгое время были запрещены лоу-кики. Ну, по моей информации, их уже несколько лет так разрешили. Вот мы, правда, сегодня их еще не видели в исполнении. На мой взгляд, по-моему, сейчас их можно выполнять. Больше того, раньше существовало ограничение по контакту в голову. Сейчас эти ограничения тоже сняли. Это, конечно, ну, с учетом вообще тенденции разведки смешных единоборств. Это зрелищность увеличило и интерес к этому единоборству увеличило. Максим, вот у меня такой вопрос. Вы, как представитель классического ударного единоборства, кикбоксинга, вот как вы считаете, существует отличие в технике ударов руками у спортсменов рукопашного боя и боксеров или кикбоксеров? Ну, все сверхиндивидуально, как обычно. Мы же тоже не раз и не два видели в поединках, когда бойцы демонстрируют свое мастерство. Бывает, конечно, рукопашник потрясающе подготовлен в боксе, потому что у него был очень хороший боксерский прошлый опыт. Соответственно, техника и нанесение ударов, и прежде всего защитка, мне кажется, от этого хочется отталкиваться. От искусства защиты она боксерская и классическая боксерская. Соответственно, она интегрировалась и в кикбокс. Поэтому бывают примеры и как раз обратного. Ну, а в большей степени, когда боец и в рукопашном бою базовый, например, борец, дзюдоист или самбист или представитель вольной борьбы, конечно же, там о классических каких-то вещах трудно говорить. Все подбирает, здесь классный бросок, все подбирается, мне кажется, уже как раз под антропометрию бойца самого, под его индивидуальные качества и, конечно, под его моторику и скоростосиловые возможности того или иного спортсмена. И от этого, мне думается, составляется уже технический какой-то арсенал того или иного бойца. Вот в этом бою мы хорошо наблюдаем более, хотя возрастной спортсмен Олег Бухонов, но более опытный. И вот этот опыт хорошо проявляется. Он раз за разом встречает двойками своего более молодого соперника и через раз справа попадает. Ну, не получалось, может быть, чего акцентированного падания, но, тем не менее, удары достаточно точные. И они здорово, конечно, Дмитрия Стефунина, как бы сказать, держат напряжение. И опыт как раз Олега Бухонова проявился в том, что после нескольких таких встречных двоек, он неожиданно в какой-то момент пошел во встречное движение, поймал на противоходе соперника. И тот самый бросок красивый произвел. Ну, особенно мне нравится, да, особенно мне нравится у Олега Бухонова удар справа. Короткий, очень хороший такой поставленный с правой руки. И как раз в этом случае в противоположности Дмитрия Стефунина очень мне нравится комбинация своей такой кикбоксерской, чистой из кикбокса двойкой, тут же левый миддл кик по печени. Причем он уже несколько раз пробовал. Из передней ноги он часто работает, а передняя нога, как известно, она более скрытая и более опасная для любого соперника. Потому что неожиданная, незаметная, есть еще хорошая стартовая скорость и может быть очень серьезный урон принести сопернику. Ну, кстати говоря, именно на эти миддл кики Бухонов ты его и встречал правым прямым. То есть это технически хорошо, но выполняет побыстрее надо делать. Да, если на высокую скорость, то, конечно же, результат очень серьезный может быть. Причем на два этажа. Знаете, Константин, то, что мы проговорили по поводу правил, очень для меня удивительно, не было ни одного лоукика. Поэтому мне думать все-таки, что здесь... Может быть у них существует некая профессиональная версия, а может быть там это... Я думаю, да, что просто все-таки я, насколько я знаю, о рукопашном бое, мы их часто делим по внутренние войска, да, или армейские рукопашные бои. Вот, по крайней мере, средь нашей спортивной такой... Те два официальных рукопашных боя, потому что очень неофициально существует, да. В бойцовской среде мы так их разделяем и, конечно же, мы знаем о том, что лоукик как раз еще с ограничением разрешены в армейке. И во внутренних войсках лоукик запрещен. Поэтому мне думают, что здесь сегодня по правилам не разрешено было наносить. Да, ну, как вы, дорогие друзья, поняли, поединок, пятиминутный однорандовый поединок закончился. Единогласной победой и решением судей.